Замечательно. Ну что, мы сидим на основном студии? Сегодня, да, пробуем на информацию. Сегодня расскажу все, что знаю, что не знаю. Ну, мы готовы. Замечательно. Замечательно. Здравствуйте, Игорь Викторович. Спасибо, что сегодня пришли к нам на эту встречу. Заканчивается 2015 год, и самое время подводить итоги, чем мы с вами сегодня и займемся, и обговорим, как мы прожили этот год, и, наверное, построим план на будущее. Добрый вечер, Владимир. Добрый вечер, уважаемые наши телезрители. Да, действительно, я думаю, настало время подвести, поговорить об уходящем годе, и что удалось, что не удалось, что получилось, что не получилось. Ну, а также, наверное, поделиться планами на ближайшую перспективу на год 2016, как сейчас говорят, год огненной обезьяны, если не ошибаюсь, да. Ну, начнем, наверное, с такого более пространного вопроса все-таки. Как, на ваш взгляд, в целом прошел 2015 год? Вы знаете, любое время прошедшее, оно в любом случае было хорошим. И год, несмотря на то, что изначально были очень сложные ожидания, вы знаете, валили сцены на нефть, соответственно, были очень сложные ожидания по доходной части нашего бюджета, в конечном итоге нам все-таки удалось и бюджет выполнить, и те запланированные работы, те запланированные мероприятия, и те реформы, которые мы начали в округе, мы совершенно спокойно доводим до логического завершения. Год вообще был очень событийным. Я считаю, что что-то нам удалось лучше, что-то удалось немножко хуже, но есть масса примеров. Давайте посмотрим хотя бы... Я снимаю шляпу перед нашими дорожниками, которые за год сделали огромный объем работ, и действительно это видно. Вот как-то так. Все-таки уже второй год, когда цена на нефть катастрофически падает, а, как известно, мы живем, собственно говоря, как вы любите говорить, на нефтяной игле, с которой нам нужно сползать, но пока еще это основная составляющая часть нашего бюджета. Вот что сделала администрация в этом году? Вы знаете, в чем суть? Ведь неважно, по большому счету, я это говорю, либо не я это говорю. К сожалению, об этом говорят простые цифры. И сегодня две трети нашего бюджета, вот треть вообще в чистом виде зависит от цены на нефть, потому что треть наших доходов мы получаем от доли прибыльной продукции, от соглашения о разделе продукции оператором, значит, коллеги своего проекта, где является Таталь. В чистом виде. Треть наших доходов мы получаем косвенно, это налог на прибыль, это налог на доходы граждан, и только треть – это имущество, которое мы фиксированно получаем в зависимости от введенного имущества в округ. И, безусловно, наши доходы очень подвержены ценовому показателю. Потому что чем выше цена, тем, понятно, тем выше прибыль получают недоропользователи, тем больше мы получаем налог на прибыль. Чем выше цена, тем больше мы получаем средства по Харягинскому проекту. Ну и, соответственно, наоборот. Да, действительно, если цена 2014 года составила порядка 100 долларов, то в этом году средняя была в районе 60 долларов. Но я хочу напомнить, что сегодня цена 35-36 долларов за баррель, и, безусловно, мы находимся в очень сложной стрессовой ситуации. Но, если говорить про 2015, безусловно, мы понимали. И, в том числе и поэтому мы делаем нашу административную реформу, когда мы уменьшили количество органов государственной власти. И, в том числе, именно поэтому мы совместно с депутатами разработали и приняли 95-й закон, и в 2015 году активно его реализуем. Именно поэтому в 2015 году мы, только вдумайтесь в эту цифру, свыше 2,5 миллиардов рублей у нас вырос валовый региональный продукт за счет несырьевого сектора. То есть мы пытаемся раскрутить свою экономику. Посмотрите, что нам удалось сделать с агропомышленным нашим сектором. Да, мы изменили систему субсидирования. Мы сегодня субсидируем конечный продукт. Мы получили по итогам 2015 года плюсом 200 тонн по молоку. На 2016, кстати, мы разработали ряд новых субсидий, в том числе и на картофель, на овощи с открытого грунта. Ну, потому что на овощи с закрытого грунта у нас уже есть. Мы стараемся стимулировать наших предпринимчивых жителей производить, производить какую-то продукцию. Вы посмотрите, в этом году открыли 5 новых производственных объектов в агропромышленном комплексе. Беспрецедентный случай, ну, на мой взгляд, по крайней мере, на моей памяти, за последние 5-7 лет впервые, когда сельхозпроизводственные предприятия самостоятельно за счет собственных средств строят производственные объекты. Это значит, что они поверили власти, раз, и это значит, что у них появилась такая возможность. Наша главная задача – это уйти от зависимости от цен на нефть. Это задача, которая стоит сегодня в стране, и это задача, которая стоит сегодня в округе. Мы должны быть готовы к любой цене на нефть, мы ни в коем случае не должны остановить выплату зарплат нашим бюджетным организациям, нашим бюджетникам. Вот вы в начале ответа своего упомянули административную реформу. Так что получилось, что мы в рамках этой программы, в этом разговоре хотим развеять или подтвердить все слухи, которые здесь, собственно говоря, в Ненецком округе сейчас происходят. И административная реформа, по-моему, росла самыми глобальными слухами и сплетнями, которые только я слышал за этот год. И многие люди, и есть персонажи, с которыми я общался, не понимают значение этой реформы и реальный ее итог. Вот когда-то в интервью мне вы сказали, что вы очень легко признаете свои ошибки. Вот вы не считаете, что эта административная реформа все-таки стала ошибкой? Вы знаете, я действительно очень легко признаю ошибки, когда убеждаюсь, что я неправ. в данном случае я совершил только одну ошибку. И я до сих пор считаю, что главная моя ошибка это было то, что мы не потратили огромное количество сил, времени и средств просто на разъяснение. Вот мне казалось, ведь все же лежит на поверхности. Что такое Ненецкий автономный округ? Да, территория 176 тысяч квадратных километров, но это 43 тысячи населения. И эти 43 тысячи населения администрируются, я подчеркиваю, администрацией округа, администрацией города, администрацией Заполярного района. Плюс у нас еще, значит, в каждом поселении свои администрации. Плюс в каждом поселении у нас свой депутатский корпус, в районе свой депутатский корпус, в городе, ну и соответственно в округе. Очень простой пример. У нас в районе было 32 школы. В городе 5. Скажите мне, пожалуйста, для администрирования 37 школ есть необходимость содержать 3 управления образованием, которые вместо того, чтобы работать, треть своего времени как минимум отдают только на то, чтобы заниматься перепиской друг перед другом. Ведь все же просто. Безусловно, есть определенные сложности. Есть определенные сложности с тем, что какая-то часть людей, очень долго сидя в теплом кабинете, занимаясь этой перепиской, сегодня вдруг оказывается невостребованной. Это проблема существует. У нас большое количество очень высокооплачиваемых должностей в округе. И люди, сидя на этих местах, должны действительно работать на благо своего населения. Это вот только один пример по поводу 95-го закона. Я приведу второй пример. Периодически слышится, вот растет количество чиновников. Давайте посмотрим на это дело с точки зрения фактов. 2015 год изменовался еще тем, что мы приняли большое количество полномочий с Архангельской области. Мы подписали договор, вы помните. Из 2015 года мы самостоятельно выполняем эти полномочия. И, соответственно, мы приняли с области определенное количество чиновников, которые занимались выполнением тех либо иных полномочий. Ну, это простой пример. Инспектора госохраны, аппарат мировых судей, отдел ЗАГС, архивный отдел, ну и так далее, и тому подобное. И за счет 95-го, за счет общего перераспределения полномочий, за счет увеличения нагрузки на наших окружных чиновников, соответственно, снижения этой нагрузки с муниципальных чиновников, у нас общего увеличения не произошло. Если не ошибаюсь, там даже произошло снижение определенное. Ну, если есть необходимость, я попрошу руку для аппарата, если цифры представить, это не является какой-то тайной. Эта информация абсолютно открытая. Цифры публикуются. Принятый бюджет прошел публичное слушание. Он публично, значит, рассматривался в собрании депутатов. Поэтому это не тайна. Вопрос в том, что кому-то нравится жить все время в какой-то интриге. Вот здесь, скорее всего, это имеет быть место. Людям нравится раскачивать лодку, тогда они становятся востребованными, тогда это становится важным, нужным, интересным. Давайте посмотрим факты. Что нам удалось за 15-й год и чего не было в 14-м, в 13-м, в 12-м, в 8-м, в 5-м, еще в каком-то. Хотя имелись на это финансовые ресурсы. Я как-то говорил, ну, раз вы уж так сказали, что вот в одном из интервью я сказал, что округ похож на золотую боржу. Помните, да, это так разнеслось посредством массовой информации. Действительно, давайте вдумаемся. Субъект 43 тысячи населения имеет среднегодовые остатки по 2-2,5 миллиарда рублей. На 1 января каждого года. Я помню, да. Помните, да? Не имеет ни дорог, не имеет ни чистой воды, имеет тариф на тепло, который в 2 раза превышает, чем аналогичные субъекты. Имеет очередь в детские сады. Имеет очередь по жилью. Имеет проблемы с ветхом аварийным жильем. Ну и так далее, и тому подобное. Увы, но это так и есть. И мы должны это четко признать. Мы имеем кучу просроченных контрактов. Мы имеем кучу недостроенных объектов на нашей территории. Поэтому мы подошли, исходя из того, что нужно изменить систему управления округом. И когда в 2014 году, когда я объехал весь округ, когда я провел большое количество встреч, был четкий запрос на изменения. Мы должны были изменить эту ситуацию. А теперь представьте только на минутку. Если бы мы не сделали в 2014 году, не приняли те решения, которые нам позволили очень достойно прожить 15-й и что-то изменить. Мы жили в ситуации, когда, да, у нас лежат деньги всегда в тумбочке. А тут раз, в этой тумбочке лежат не деньги, а лежат долг. И при этом мы не то что не имели возможности что-то достроить. Мы вообще не понимали, куда мы двигаемся. Поэтому мы изменили систему управления. У нас было 23 или 24, я уже запутался, органов власти. Так, чтобы было понятно, первое, с чего я начал, я попросил каждого руководителя, органу государственной власти Нинско-автономного округа, получающего, кстати, очень неплохую заработную плату, попросил предоставить свои предложения по оптимизации. Знаете, что я получил? Самое маленькое увеличение, которое мне было предложено, это было в полтора раза. Каждый мне описал такой труд. Это были такие толмоты с объяснением, почему необходимо увеличивать. Тогда мы снизили на 10% количество. Постанали, постанали, стали работать. И дальше, вот мы с 1 января уже 2015 года работаем в новой структуре, в департаментной структуре. Да, 2015 у нас такой переходный год, но жизнь идет, жизнь развивается. Зато сегодня мне не надо с 15 человек спрашивать про одну задачу. Есть конкретная ответственность за каждое направление. Конкретная персональная ответственность. Это было второе мое условие, которое ставилось перед вот этой нашей административной реформой. Мне важно, чтобы на каждый вопрос, заданный нашим жителям, да и только нашим жителям, причем неважно, где он живет, в Усть-Каре, в Каратайке, в Ниси, в Наринмаре, в поселке Искатели, он мог получить четкий ответ. Почему этого нет? Когда это будет? И что нужно сделать, чтобы это появилось? Важно вот это. И на сегодняшний день эта система работает, я вам хочу сказать. Как вы думаете, она уже окончательно заработала или еще есть к чему стремиться? Безусловно. Знаете как, нет предела к совершенству. И в 2016 году мы будем ее, конечно, дорабатывать. Игорь Викторович, вот сколько бы вы ни говорили о сокращении количества чиновников, в любом случае всегда будут говорить о том, что их много. Мне кажется, мало чиновников или много чиновников не бывает. Вот даже в интернете существует такой паблик, будет нарисована картинка, где написано, при губернаторе таком-то было столько чиновников, при губернаторе таком-то столько чиновников. А при губернаторе Икошни, чуть ли там не 600 человек уже. Гораздо-гораздо выросло. А вы, наоборот, говорите, что их количество было сокращено, причем очень даже значительно. Так вот, как вы считаете, кому это надо, и кто вот эти слухи самые распускает? О неимоверном количестве руководителей, чиновников, которые присутствуют вне низком окна. Во-первых, знаете, есть такое старое русское выражение. На заборах тоже пишут. А дальше верить этому, не верить, это же дело каждого. На самом деле, смотрите, какая штука. Ну, сегодня публикуются декларации. И сегодня понятно, во что обходится бюджету среднестатистический чиновник. Там, от полутора до двух с половиной, там, трех миллионов рублей. Ну, плодается, наверное, полтора-два с половиной. Представляете, в силу административной реформы человек потерял свое место работы. Обида? Конечно. Обида. Представьте, в силу какого-то процесса кто-то может потерять свое рабочее место. Хорошее, теплое, высокооплачиваемое. Ну, потому что проиграл конкурентную борьбу. Потому что дорогие места, они должны получаться в результате конкуренции. Человек должен отрабатывать, человек должен работать. И начинается, вот, вот это, знаете, как я это называю, толочь воду в ступе. Вот буря в стакане воды. А потом, не надо забывать, что Нинский автономный наукорп уже очень небольшой по населению. Населения ж не очень много. И, несмотря на обилие средств массовой информации, и очень сильны слухи, которые ширятся, которые геометрической прогрессией растут. Кто-то что-то сказал. Сарафанное радио работает, по-моему, лучше всего. Сарафанное радио работает. И выгодно раскачивать лодку. Выгодно говорить, что все плохо. Кому? Кому это выгодно? Ну, видимо, не... Обиженным, вот этим вот, которые потеряли свои теплые, насиженные места. Ну, честно скажу, я не знаю всех поименно. Да и, наверное, нет такой цели и задачи знать. А я вообще считаю, что лучший показатель это четкие реальные дела. Поэтому вот у меня есть перед собой стоит определенная цель. каким мы должны увидеть наш город и наш округ по прошествии двух, трех, четырех лет. Я четко понимаю, что мы сейчас сделаем вместе с моей командой. Вы знаете, я иногда смотрю, у нас есть очень интересный сайт, где разные, ну, такие критические комментарии. Редко смотрю, честно скажу. Но попросил вот, значит, своих помощников мне просто проанализировать. Вот вы будете поражены. Ну, в субботу-воскресенье практически нет никаких комментариев. Вот парадокс. Надо что-то дальше говорить. Выходные. Видимо, выходные. Поэтому... Вы знаете, еще одна вещь. Не все хотят перемен. И не все их ждут. Кого-то устраивает сегодняшняя ситуация, там, вчерашняя ситуация, когда можно было на кого-то все время сваливать. Когда можно было говорить, что это я не я, хат не моя, я не виноват. Вот мне кто-то что-то не дал. Кто-то там плохой, кто-то нехороший. А вот здесь, знаете, у нас же старая сказка, как про белого бычка в округе. Подрядчик плохой, 44-й, мы не выполнили. Кто-то не сумел, кто-то еще, кто-то не смог. Может быть, в этом причина. Не знаю. Ну, я спокойно к этому отношусь. Давайте сразу тогда, забегая вперед, расставим все точки над «и». Все-таки очередной слух, о котором я хотел поговорить, это, как вы уже сейчас затронули эту тему, отмена различных доплат, социальные выплаты. А зарплат бюджетникам в категорически резкое сокращение. Вот есть оно или нет этого? Давайте начнем с социальных выплат. Как я уже сказал, в 2014 году мы проиндексировали доплаты к пенсии нашим глубоко уважаемым ветеранам. И людям, прежде всего, конечно, старшего возраста. Что касается всего массива социальных выплат, ну, такая цифра, у нас 43 тысячи населения. У нас 106 тысяч социальных выплат. Различных. То есть, в целом, приходится на две набрата. Знаете, как? В среднем по больнице. 106 тысяч? 106 тысяч различных. Ну, вот этих получений было. Поэтому, безусловно, я поставил задачу своим подчиненным о том, чтобы нам частично переспределить эти льготы. То есть, не срезать общее финансирование. Хотя общее финансирование составляло порядка 2 миллиарда 200 миллионов. На 43 тысячи разделите и посчитайте, сколько у нас получается различных социальных льгот. Это без коммунальных платежей. 2 миллиарда 200 миллионов разделить на 43 тысячи. Это сколько получается в целом на каждого гражданина. А переспределить частично дублирующие выплаты на наиболее нуждающиеся категории. На наше старшее поколение, прежде всего. Адресность вы имеете в виду? Безусловно. Безусловно. Ну, согласитесь, не совсем этично, когда человек получает доплату к пенсии, за стажи какую-нибудь, службы муниципальные, либо государственные службы, получает значительную сумму, исчисляющуюся десятками тысяч рублей, и получает несчастную социальную выплату. Тысячу, две, там, две шестьсот, еще что-то. Не совсем это правильно. Поэтому, да, мы ввели принцип адресности. А в следующем году я хочу сказать, что у нас большая часть социальных наших льгот будет проиндексирована. Проиндексирована на 4%. Безусловно, мне хотелось бы проиндексировать ее на гораздо большую цифру. Но мы не только не уменьшаем, мы еще стараемся проиндексировать. Поэтому мы ни в коем случае мы не оставляем это направление, потому что главная наша забота, безусловно, это, конечно, люди старшего поколения. Это люди старшего поколения, раз. Те, кто уже не может, да и не должен, собственно говоря, себя обеспечивать. Хотя в этом мы должны помогать детям этого старшего поколения. Заботиться о своих родителях. Ну и, конечно, дети. Это касается наших и дошкольных учреждений, это касается наших образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования. Вы знаете, что у нас основное количество услуг, основная масса для детей, у нас все практически абсолютно бесплатно. Ну давайте возьмем пресловутое горячее питание в школах. Не хочу сравниваться с другими субъектами, по-моему, единственное, где горячее питание для школьников, у нас абсолютно бесплатно. Ну за исключением там после обеда, ну это уже продление там. И то там для малоимущих бесплатно. При этом я помню свое детство, раз в неделю мама выдавала денежку, мы сдавали на неделю на школьное питание. Это было при советской власти, это было нормально, ничего в этом нет страшного. Тем не менее у нас это бесплатно. Поэтому, что касается оплат труда бюджетников, были внесены поправки на изменение оплаты труда по сфере образования, где увеличилась постоянная часть, а вот количество надбавок различных уменьшалось. Ведь о чем мы сегодня говорим? Единый образовательный стандарт меняется система образования. И учитель должен получать заработную плату за свою работу. Надбавки должны быть не за выслугу, не за стаж, а за то, что сегодня делает учитель. Мы внесли это на обсуждение, мы внесли это на собрание депутатов. Депутаты, ну они люди публичные, они обсуждали это в коллективах. И когда мы встречались с депутатами, они меня попросили о том, что все-таки неправильно это делать, потому что люди сегодня не готовы. Мы не стали менять систему оплаты. Мы отозвали эти поправки совершенно спокойно, обсудив их с депутатами. И это и есть работа двух ведей власти. А может быть какие-то руководители бюджетных предприятий под шумоку решили подрезать зарплату людям, а люди просто ввиду своей... Вы знаете, то, что проще всегда свалить свои какие-то промахи, свои недочеты, свое неумение что-либо сделать на кого-то, но это было всегда. У нас и в округе, да и, собственно говоря, и в стране всегда любят искать крайних и делать кого-то виноватым. Это нормально. Я уже говорил, у нас подрядчики виноваты, денег нет виноваты, землю не выдали виноваты, поэтому это нормально. Вот еще чего хотелось бы спросить. Вы часто говорите, что окружные предприятия должны, но если переходить не на самоокупаемость, но хотя бы научиться зарабатывать деньги и искать новые какие-то пути своего развития. В нашем регионе есть два одних из крупнейших предприятий, которые, видимо, насколько я понимаю, не нашли такие пути. Я сейчас говорю о Наринмарстрое, Нининской нефтяной компании, где последовало и сокращение достаточно большого для нашего региона календарного людей и другие различные проблемы. И опять же, что касается слухов, неужели нельзя было сохранить этих два достаточно крупных предприятия? Ну, мы давайте начнем с Нининской нефтяной компании. Безусловно, можно было совершенно спокойно сохранить капитали ремонта скважин и еще каждому по лопате раздать и начать еще что-то там делать. Но по факту получилась следующая картина. Да, на следующий день сокращено 260 человек. Но из них наших жители округа, к счастью, далеко не большая часть. Это первое. Реже. Конечно. Вахтовым методом, кто совершенно спокойно работал, кого собирали по всей стране, а при этом Нининская нефтяная компания совершенно спокойно зарабатывала убытки. Что такое сегодня Нининская нефтяная компания? Ну, я просто расскажу, чтобы было понятно. Во-первых, это компания, которая 100% принадлежит округу. И всегда будет принадлежать, пока осуществляется проект соглашения о разделе продукции на Харягинском месторождении. Потому что это четко прописано в соглашении, что как только одна из акций МНК уходит на сторону, Нининская вылетает из этого проекта. Точнее, Нининская компания. Соответственно, это 10% в этом проекте. Что, собственно говоря, и составляет единственную доходную часть Нининской нефтевой компании. Она одна. Дальше, второй вид деятельности, ну, который был, это текущий капитальный ремонт скважин. И третий, это наша Нининская нефтебаза. Начну с нефтебазы. Пиковые убытки по нефтебазе были по разным годам разные. 24-25 миллионов рублей. Среднегодовой убыток 15 миллионов рублей по нашей нефтебазе. Но мы сохраняем эту нефтебазу по одной простой причине. Потому что мы держим конкурентоспособные цены с компанией «Лукойл», где вторая нефтебаза, ну, то это так называемая наша безопасность. Минус 15 миллионов. Их же надо где-то взять. Источников, как правило, два. Либо это кредиты банков, ну, то есть заемные деньги, либо это бюджетные деньги, опять же, либо заемные, либо незаемные, либо где-то их надо зарабатывать. Берем Харягинский проект. Единственное, который приносит деньги. Цифры. В 2012 году было получено порядка 42 миллионов долларов прибыли. Дальше. 10, там, 12, 10, 10. В следующем году будет что-то, в лучшем случае, в районе нуля. Потому что, ну, цена на нефть меняется. Цена на нефть сегодня не позволяет получать прибыль с Харягинского проекта компании ННК. Соответственно, источник покрытия вот этих там 15 миллионов, ну, еще есть за счет тех остатков, которые были. Берем капитальный текущий ремонт скважины. Физически этой деятельностью начали заниматься, физически я подчеркиваю, в 2010 году. Ну, зимний сезон. Так вот, начиная с 2010 года по 2015 включительно общий итог этой работы с капитальными вложениями в оборудование составил минус миллиард рублей. Плюс-минус. Минус миллиард. Не было ни одного года, когда текущий капитальный ремонт неискористная компания выполняла бы с прибыли. Так вот, когда был источник, чем это, вот эти убытки покрывать, совершенно спокойно этой деятельностью занимались. Просто покрывали убытки от текущей деятельности. Мы, по сути, давали работу жителям нашей необъятной родины, но не жителям округа. Вот что происходило. По итогам пяти лет работы минус миллиард рублей. Это, между прочим, три детских садика в городе Наринмаре. Да и бог бы с ним. Если бы мы получали там по 40, по 50 миллионов долларов с Харяги, Нинск, не знаю, да и содержали бы это, и было бы там, не знаю, там по 100, там по 100, по 150 миллионов рублей убытков, да и ладно бы. Но, знаете как, источник истяк. Дальше что мне было делать? Идти Нинск, нестина компания в банк, брать кредит, наращивать задолженность, вдруг когда-то Харяга получит прибыль? Ну подождите, Нинск, нестина создавалась изначально не для того, чтобы там кто-то получал заработную плату, а чтобы та прибыль не а нефть работала на округ. Вот что такое Нинск, нестина компания сегодня. И сегодня, я сейчас давайте плавно перейду к Наринмар-Строю. Знаете, когда начался кризис на Наринмар-Строю? Когда? Вы будете смеяться. В 91-м году. Я скажу, почему. Уже закончилась советская власть. Закончилось распределение объемов, фондов. И знаете как, когда начальник исполкома говорил, так, ты построишь мне столько-то метров. Новое законодательство. Новая страна. Конкурсы, аукционы. И пошло-поехало. И дальше предприятие начало наращивать и строить пирамиду. Просто вот строить ежегодно. Строить, 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 строить. Это началось еще при... Вот, собственно говоря, в 90-х годах и началось. Дальше 2000-е. Наращивали, 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 наращивали. Брали подряды, лишь бы взять. Итог финансовой деятельности. Да, и округ. Пока округа, опять же, пока округа была возможность, поддерживал финансово. Давали деньги в уставной, давались деньги, значит, объекты социальной инфраструктуры были выкуплены. Всем, что предприятие было какая-то копейка. Вы помните этот знаменитый дом, который у нас стоит, с 7 этажей? Которые изначально строили пятиэтажку по заказу округа. Вдруг припятие построилось 7. Ну, 2 года не могли деньги получить, потому что не может округ заплатить за 5 этажей в 7-этажном доме, когда изначально заказывали 5 этажей. Потому что иначе потом мы полокруга, потом наручники бы одели. Ну, 2 года меняли документацию и меняли весь этот процесс. Ну, и много таких решений. Что мы получили? За 2014 год, я уже озвучил эти цифры, за 2014 и 2013 годы было оказывано финансовую помощь безвозмездно. На Римарстрою 578 миллионов рублей. Думайтесь, почти 600 миллионов. Я по предложению коллектива поставил нашего местного выходца из коллектива с тем, чтобы человек, ну, что-то сделал. Дали денег. Вот в 2014 году дали порядка 350 миллионов. Что мы получаем в итоге? Из 400 работников на объектах 100. Когда мы достраиваем дом в Тельвиске, наш же местный парень, наш руководитель, когда я понял, что все, закончилась песня с Римарстроем, везет с Архангельской бригаду строителей. На мой вопрос, подожди, так у тебя своих 400, бери оттуда. Мы же тут, мы же с тобой только говорили, мы должны давать людям работу. Да-да-да, только не хотят работать. Вот дом в Тельвиске достраивала бригада строителей из Архангельска. Ну, так проще, так удобнее, видимо, было. Дальше посчитали. Из 8 контрактов в 6 планово-убыточные. Заранее взятые на аукционах. Взятые контракты убыточные. Под рисками, там цифра что-то порядка 600 миллионов под риском штрафных санкций. На май месяц 2015 года минус 200 миллионов. Как здрасте. Вот вся история на Римарстроем. Понимаете, всегда же два варианта поведения. Либо закончить старую историю и все-таки начинать новую. Либо пытаться подбрасывать дрова вот в этот втлеющее пламя. Но при этом вы думаете, что работники на Римарстрою были счастливы, когда они работали? Я заезжал на объект. А почему маленькая зарплата? А почему конторских зарплат в три раза выше? И пошло-поехало. А почему конторские сидят и очень долго там работают? Годами. Руководители менялись. тоже все вроде в порядке. Поэтому по Римарстрою безусловно очень тяжелое было решение. Но я считаю, что лучше все-таки какую-то историю закончить. И не мы ее заканчиваем. Жизнь ее заканчивает. Наша главная задача, чтобы коллектив имел возможность полгода получать зарплату. Посмотрите, какая история получается. Вроде и проблемы есть, и экономические проблемы в регионе существуют. Никто это не скрывает, для кого это не секрет. Но взятки стали брать, как выяснилось, не так давно, буквально недавно. Для меня это была просто ошеломительная новость, потому что настолько привыкшие, что у нас вроде как в этом плане ничего не происходит. И тут появляется информация, руководитель госимущества, руководитель АБЭПа, посредник. И вдруг, причем суммы такие немаленькие были, азычные, там 5-4 миллиона размер взятки. Что это? Это только сейчас стали брать, или это просто стали работать в этом направлении, не только проводить заседания по антикоррупционной комиссии, но и реально хватать за руку? Володь, ну, это только вот за последние пару недель. Да. А так, давайте посмотрим, что у нас было. Начальник, как этот, Ростехнадзор, да, по-моему, недавно был суд, там какое-то движение у него было, да, ряд других начальников, ряд других руководителей и главы, и глава поселения у нас тоже оказалось тоже, как бы, ну, там, пусть не взятка, но другое преступление. Поэтому, безусловно, эта работа, эта работа шла всегда. Второй вопрос, что, да, мы действительно активизировались, и у людей должно быть понимание, что брать взятки, это не просто нехорошо, а это преступление. В общем, независимо от размеров. Уж беря взятку, ты нарушаешь закон. Ты же не берешь за то, что ты там выполняешь свою работу. Ты же тоже что-то нарушаешь, а значит, потом чего-то не будет. И мы действительно активизировали борьбу с коррупцией. Мы действительно активизировали работу нашей комиссии. Мы постоянно на связи, на контакте с нашими правоохранительными органами. А потом, ну, сегодня 21 век, сегодня совершенно другие средства контроля и средства получения информации. Поэтому эта работа и дальше будет усиливаться. я не знаю, сколько брали раньше и брали там или раньше, но то, что завтра брать не будут, это совершенно точно. Ну, вот уже ближе к концу, завершая наш с вами диалог, мой любимый слух, о котором меня не спросил только ленивый, как журналиста, причем мотивов больше в разы, чем то количество раз, которые я вот услышал, это то, что правда ли, что Кошин досрочно уходит причем в версии в министерство какое-то московское замминистра или в Питер там куда-то еще или еще куда-то вот бросает на Кошин и улетает благополучно там для тепли и солнечные. Что ответите? Правда? Вы решили у меня спросить? По прямой, понятное дело, у кого вы меня сейчас спрашивали? Владимир, смотри, какая штука. Когда в прошлом году я принял решение идти на выборы, я провел очень большое количество встреч. Я об этом уже говорил, это не тайно, я облетел все практически наши населенные пункты, весь город, и у меня сложилась совершенно четкая картинка, что нужно делать, чтобы получить результат. А в результате должно быть округ с нормальной экономикой, причем с готовой к ценам на нефть 20 долларов и 30, и 10, и сколько угодно. при этом у нас должны быть нормальные дороги, должно быть нормальное жилье, мы должны решить эту проблему, должна быть нормальная вода, транспортная инфраструктура, социальная инфраструктура, мы должны вырваться наконец на большую землю, мы должны раскрыть регион, я имею в виду дорога наша на Вен-Марусинск. у нас есть замечательный проект, который, я убежден, он нужен стране, он будет обязательно реализован, это порт Индига, глубоководный порт, идеальная география, идеальные точки, понимаете, вот он нам нужен со всех точек зрения, я имею в виду нашу страну, вот, и вы хотите, чтобы я встал и все это бросил в самом начале пути? ровно поэтому, ровно поэтому мы делаем реформу, реформу с 95-м, нашу административную реформу, потому что, чтобы все это реализовать, нужно монотонно работать и иметь для этого все необходимые полномочия. Временщикам это не надо, временщикам проще, какую-то денежку раздал, что-то где-то там увеличил, и хорошо, и побежал дальше. Мы вместе изменим округ. Наша задача сделать, чтобы люди были счастливы, и они будут счастливы. Все у нас будет хорошо. Я понимаю, что мы делаем, вот это самое важное. Посмотрите, очень простой пример, вот, вы помните площадь в прошлом году? Площадь Мара Цей. Вы видите, что сделалось сейчас? Это вот маленький, вот махонький просто пример. Что значит, люди любят свой город. И я благодарен тем, кто это сделал. Это же здорово, красиво. Посмотрите, городскую площадь, три несчастных фонарика. Вы посмотрите, как у нас город готов к Новому году. Нельзя так относиться. Нельзя жить с психологией временщика. мы здесь живем, вот наш дом. У нас должно быть красиво, тепло, уютно и качественно. Поэтому в этом году мы начали именно с дорог. Потому что это то, чем пользуются вообще все. Да, мы потратили туда деньги. Но вы посмотрите, мы уже получили и косвенные эффекты. Морпорт заработал. Кстати, Морпорт купила Нинская Нинская компания. Мы его все-таки довели до логического завершения, и он стал собственностью Нинско-автономного округа. Ровно за ту сумму, по которой он был продан государственным имуществом. Копеечка в копеечку. Сегодня порт у нас в округе. Да, у него тоже проблемы, кстати. Там на следующий день порядка 70 миллионов задолженностей. Ну, это уже следующая эпопея. Порт перевалил столько, сколько он не перевалил там за последние пять лет. Асфальтовый завод у нас заработал. Асфальтовый завод боюсь ошибиться. Что-то раз в 15 произвел асфальта больше, чем в прошлом году. А в прошлом году вы помните, что было? Два мужика ходили с ведром и с этой лопаткой засыпали асфальт. Ну, позорище. Это в городе, в городе, в котором проживает 23 тысячи населения, у нас нет нормальных дорог. Стыдно. Мне стыдно. Поэтому переспредили полномочия, забрали дороги. Давайте дальше посмотрим. Участки для многодетных. У нас очередь, мы не можем людям, которые хотят получить земельные участки, построить свои дома, мы не можем дать эти участки. Заслушиваю мэра, мне рассказывают сказку. Подрядчик не выполнил, сумел, не сумел, смог, не смог, и пошло-поехало. Да не надо вот этих вот басин-то уже. Нужно просто взять и сделать дело. Забрали эти полномочия. Генплан забрали, который был городом же разработан. По генплану там были участки. Что сейчас происходит? Оказывается, там, где были участки, сегодня растет реликтовый лес. Растут какие-то березы, которым там по 120 лет. на плане все есть, на плане, значит, участки, контракт расторгован, сейчас будет невыполнение контракта, потому что кто-то, значит, придумывает взять какую-то дополнительную за что-то плату. За что? Почему раньше это не было в генплане видно? Не понимаю. Мы должны дело делать. Понимаете? Раз мы уж коснулись, значит, дальнейшего развития нашего города, да, давайте возьмем сегодня ситуацию с ПОКом. Недавно я делал презентацию. Это к вопросу о том, что уйти мне либо не уйти. Да мне 300 лет не нужны были вот эти бы проблемы, если бы я собирался через полгода куда-то прыгнуть. Работать надо. ПОК. Водозабор на пределе. Все. На пределе. Сети на пределе. Полный аут. А честные. Вообще проблемы. И причем мне каждый на протяжении всего этого года мне рассказывали. Подрядчик все выполнен. Подрядчик все выполнен. Сначала был сентябрь, октябрь, декабрь. Сейчас уже называется июль. Так, между прочим, контракт уже был выполнен в декабре прошлого года. А честные на пределе. Что в результате? В результате сегодня у нас есть несколько точечных участков и больше территории под застройку нет. А мы должны сносить ветхоаварийное жилье обязаны просто это сделать и давать людям жилье в конце концов. Когда я говорю, я говорю, давайте так, есть 95-й, отдайте ПОК, не можете с ним справиться, отдайте ПОК, не мучайтесь, будем искать деньги, изыскивать, сделаем модернизацию, посмотрим, будем делать. Мне говорят другой ответ. дайте нам миллиард 200, мы сами все сделаем. Я говорю, ну подождите, сделайте очистные, вы же делаете контракт. Ну, с этим мы разберемся, дайте еще. Подождите. Во-первых, это не мои деньги, это деньги окружного бюджета. Во-вторых, их там не так, чтобы вот прям полна коробочек. Я уже говорил о том, что пора изменить вот эту вот тактику написания вот этих постоянных заявок. А в-третьих, потратить еще туда миллиард и не получить никакого результата. А как мы завтра будем строить дома? Поэтому следующий год наша главная задача это подготовка земельных участков с инфраструктурой. Мы должны готовить, готовить, готовить под массовую застройку. Мы продолжим застройку авиаторов, есть у нас два перспективных участков. Это в районе Рыбников и в районе рядом со СМО. Вот. Там будет перспектива, будем эти участки готовить. Слушайте, мы в этом году, кстати, возобновили строительство автомобильной дороги на Римар-Усинск. Это ли не успех? Это успех всего округа, я считаю. И сейчас что, бросить дорогу на бутылку? Семь лет, кажется, да? Ну, семь лет, да, там не было выспано ни ковшечка, ни вот этого вот черпачка грунта. Возобновили, возобновили, получилось. Поэтому порт надо привести в порядок, надо дороги довести до логического завершения. Достаточно утром сесть в машину, там, в районе восьми. Можно восемь, десять, восемь, пятнадцать проехаться. От светофора до светофора машины стоят. Обязная дорога нужна? Нужна. Делаем корректировку документации. Дорога на Тельвиску нужна? Нужна. Делаем корректировку документации. Мы вынуждены переделывать большой пакет документов. Потому что они либо выполнены некачественно, либо я вообще не понимаю, кто это делал. А в любом случае, хочешь ты либо не хочешь, если ты хочешь построить дом, ты должен сделать проектно-изыскательские работы. Это должен быть проект, и ты должен воткнуть, понять, что там за грунт. Иначе все, что ты построишь, рухнет. Проблему четвертой школы мы знаем. Вдруг откуда ни возьмись, трещина пошла, никто ничего не знает. У меня большой вопрос, каким образом были сделаны в свое время изыскания. Ну а дальше началась вот эта вот чехарда. Этот эксперт хороший, этот плохой, этот может, этот не может, но с 1 января мы сейчас с этой ситуацией разберемся. В этом проблема. Большое количество проблем, которые необходимо решать. Изготовили документацию, то бишь план работы, и пошли по пунктам выполнять. Вот 95-й, административная реформа, это один или второй пункт. Третий. Управление финансами, четвертый. Да, мы сегодня готовы к тому, наконец-то, мы готовы к тому, что мы можем не только кредитоваться, но и размещать временно свободы денежных средств, на депозитных счетах. Первую тройку банков мы определяем, ну так, без риска. Это тоже принесет дополнительную какую-то копейку. 5, 10, 15, 50 миллионов, какая разница. Это все равно деньги. Это деньги в округ. То есть мы меняем систему управления окружными финансами. Это все благодаря вот и 95-му, и нашей административной реформе. Поэтому куда вы мне хотите отправить? Мы только начали чувствовать результаты труда. Мы я в этом году вот этим летом регулярно там объезжал все дороги. Понимаете? Регулярно. Я регулярно видел, что где-то проектная документация была старенькая. не учитывала, что ряд объектов, которые вдруг появились рядом с этой дорогой, их просто раньше не было. Была куча обращений от наших жильцов, где дорога была слишком высоко. Это же здорово, когда видишь результат своего труда. Ну, вы сказали уже, что мы должны быть готовы к любым стрессовым вариантам развития событий. И все-таки успокойте нас. Скажите, что и команда, и администрация, и все те начинания, которые есть, приведут свои плоды, и мы благополучно переживем не только следующий год, но и последующие, которые будут. Если честно, я уже живу в 2017 году. Я прекрасно понимаю, что будет в 2016. И хочу вас заверить, что в округе все будет в порядке. Мы и дальше пойдем по пути дальнейшего развития нашего аграрного сектора. и он будет только увеличиваться. Я не зря сказал о том, что мы уже разработали и со следующего года будут действовать субсидии по овощам открытого грунта. Будет увеличиваться молоко, а потом, посмотрите, наше новое субсидирование привело к тому, что если в прошлом году у нас была проблема там, с тем же мясом оленя на нашем мясокомбинате, вы помните, то в этом году такой проблемы нет. То есть мы чутко отреагировали и вовремя отреагировали. Появляются производственные объекты. Поэтому в этом плане у нас будет хорошо. Мы в следующем году должны всколыхнуть наш некоммерческий сектор. И мы должны часть наших социальных услуг отдать реальному некоммерческому сектору. И мы будем это делать. Да, не все хотят этого. В том числе и мои коллеги. Ну, потому что они сегодня это администрируют, они сегодня этим заняты. Но мы будем все равно продолжать это делать. Мы будем и в следующем году активно развивать наш предпринимательский сектор. Мы будем их поддерживать, и грантовая поддержка. Ну, и пошло-поехало. Все, что можно. Что касается бюджетной сферы, бюджет сформирован. Да, он очень жесткий. И часть доходов имеют определенную рискованную составляющую. Потому что, ну, мы зависим. Мы сегодня очень сильно зависим от цены на нефть. Но помесячно мы будем отслеживать. При необходимости будем вносить поправки. Потому что в этом году мы внесли эти поправки шесть раз. Ну, я имею в виду пятнадцатый. Нам ничего не мешает. Я благодарен депутатам, что они всегда идут на встречу, всегда и собираются. И мы очень тщательно обсуждаем. Очень сложно происходит принятие бюджета, потому что в этом заинтересован весь округ. И депутаты очень четко отставят интересы нашего округа и своих избирателей. Причем порой в ущерб кому-то где-то именно конкретных своих избирателей. Это у нас бывает. Поэтому все у нас будет нормально. Безусловно, нас ждет следующий год не очень простой. Не очень простой с точки зрения экономики. Но вот главная наша цель с точки зрения экономики, с точки зрения управления финансов, это дойти до такого состояния, чтобы мы не зависли от цены на нефть. Это в идеале. И мы к этому должны стремиться. У нас округ должен быть перестать округом чиновников, а должен стать округом человека труда, работающего либо в производственной, либо в бюджетной сфере. Вот это важно. Очень плохо, когда мы доярок привозим из-за пределов округа. Очень плохо. Очень плохо, когда мы учителей привозим из-за пределов. Я понимаю, когда узких специалистов привлекаем, да, мы вынуждены это делать, но мы должны своих учить. Наши-то где? И сегодня возможности есть. Да, их может быть не так много, как это было год назад. Но бюджетные параметры изменились. Жизнь становится немножко жечь. Поэтому мы будем защищать наше старшее поколение и наших детей. А с теми проблемами, которые сегодня существуют, будем потихонечку разбираться. Я совершенно четко понимаю, что мы делаем вместе с нашей командой. и то, что нас ждет большая работа, это совершенно точно. И мы ее делаем, поверьте. В обиду никого не дадим. Это, наверное, самое главное. Конечно. Что так оно и было. Игорь Ильич, спасибо большое за этот, на мой взгляд, откровенный разговор. Узнали сегодня и много нового, и развели, наконец-то, ряд слухов, которые у нас бродят по округу. И я от себя и от нашей команды желаю, чтобы все ваши уже не начинания, а уже реальные дела принесли как можно больше хороших плодов. Спасибо вам. Спасибо большое. Я вам тоже желаю много ярких, красивых сюжетов, хороших передач, а самое главное, еще больше новых таких творческих идей. И, конечно, творческих успехов. Вас всегда интересно смотреть, всегда интересно слушать. Не всегда я читаю наши газеты, к моему большому сожалению. Но телевизор надо смотреть всегда. Но телевизор надо смотреть. Хотя бы в интернете. Хорошо. Буду смотреть телевизор в интернете. Сегодня это гораздо удобнее, нежели это было раньше. Выпуск пропустил и все. Хорошо. Спасибо большое. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok